Итак, это курт номер 3, 27 марта 2016 года, город Нинск, время 12 часов 30 минут, республиканский теннисный центр, республиканский теннисный центр в городе Нинск, турнир второй категории ТЕ, Белкантон, КАП, отборочный этап, отборочный этап. Аут, аут. Аут, аут. Диана Лукьянова победила в первом сете на 3-м корпусе счетом 5-0. Оширается белорусской спортсменкой поляной удар с отборочкой спереди. В это время завершился матч на 4-м спорте. Не могу сказать фамилии девушек, не знаю. Могу сказать только, что одержала победу девушка из Санкт-Петербурга. Представительница Москвы прииграла во втором круге отборочного этапа. Не приходит у белорусской спортсменки. Первый мяч, но со второй, с приема, срывается удар. Диана Лукьянова, Россия. На втором корте пока что 3-2 ведет Александр Добронос и подает. Верное направление, в принципе, принимала... Верное решение принимала Александр Добронос и подает на 15-м корпусе. Очередную ошибку допускает с приема Диана Лукьянова. Счет пока что 5-1 от первой сети. И она выходит подавать на сет. Проходит первая подача. Мощная горка под заднюю линию. Атака вперед. И игра с воздухом в противоход. 15-0, Диана. И. Не проходит первый мяч. Вторая безупречна. Атакует белорусская спортсменка. Мощными ударами обнимаются спортсменки. Не идет вперед спортсменка из Белоруссии. И очертка завершает атаку. Заставляет ошибиться Диана. И в это время на корте номер 2. Алина Фалей из Белоруссии. Берегейм на приеме. И счет в сети раунда. 3-3. Алина подает. Отметим, что спортсменки в Белоруссии. И выполнение удара со стука демонстрируют более острую игру. И мячи летят более плоско и остро. В то время как и украинской спортсменке техника выполнения ударов по стране таким образом. Выполнение ударов со стука дает мячу достаточно большое вращение. На счет этого мяч летит не так острый, но в то же время надежный. По 15 мяч на подачу игру. Не проходит первый мяч. И первая сетка сетка. Сыграла против белорусской спортсменки. И первый сет со счетом 6-1 берет Диана Лукьянова. Россия. Хочется отметить, что в принципе этот мяч, который свалился с троса, был не такой уж мертвый. В принципе мог быть сыгран белорусской спортсменкой, но она почему-то на решение не лежать. Ну не понятно почему. В это время наши пилы в транспорте начинают начинается матч чат чат ин На четвертом порте В это время начинается Идет разминка В отборочном этапе Женского одиночного разряда Встречаются Алиса Буганова И Елена Малуй Спортсменки опытные И матч Должен быть Достаточно напряженным Мощно пробивает Диану Диана Малуй Должен был розыгрыш Должен был розыгрыш Первый день Видимо второго сета Должен был розыгрыш 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 Должен был розовгрыш Должен ровно. Ошибается голородская спортсменка выполняет удар с отскоком. Девушка обменивается мощными ударами на заднюю мину. Вот очередная история. Наконец-то Диана разобралась с коротким мячом. Резанным ударом перебросила его через сетку. Белорусская спортсменка не справилась с этим мячом. 1-0 во втором сете подела Диана Луканова, Россия. Вот угол на корте номер 2 Александр Добронов, Украина при счете 4-3 подает яблоксовский. Алина Фолей готовится к университету. Наотмашь выполняет удары и Диана ошибается. Не проходит Диана первое место. Ну, заключенная вторая подача. За мощную игру демонстрируют девушки. Диана выполняет комбинацию 2-1 Два мощных удара под левой соперницы. Причем второй удар более косой, чем первый. И потом перекладывает в другой кидал. Минский является белорусской спортсменкой. Белорусской четко четко атакует Жан. Близко к линии очень кустро выбро uju предмrew очко на подачу. Ошибается. Белорусская спортсменка. Видимо, 40-15 на подачу Дианы Лукьяновой России. В это время жесткая, бескомпромиссная борьба началась в первом сете. 1-0. 1-0 по счету по велосипеду Роман Писовьева. Роман Писовьева. И подача Алины Бугановой. Роман Писовьева. 2-3. Алиса играет в жесткий теннис. Елена. Елена. Денужда на переходите на холест седачки. Для того, чтобы оставаться в руке. И Елена дожимает. Доживается от ошибки Алисы. А у нас на корте номер 3 такое ощущение, что счет ровно на подаче Дианы Лукьяновой. Диана играет после еще в кассе. И нужно отдать должной спортсменке мяч. Мяч по ощущениям вывелся за пределы порта. Приставили белорусской спортсменке МО. Диана считает, что мяч попал меньше на подаче россиян. Пробивает Диана и решается пойти вперед неподготовлено. Диана вышла вперед неподготовлено. Какое ощущение? Счет становится по одному. Во втором сете такое. Ощущение складывается, что Диана чувствует себя немножко не в себе. Она не знает, что делать, что присоединять. Не позволила высказать свое чисто субъективное мнение. И это все анализы игры девушек. Диана первая подача стала довольно мягкой. Такая она и друсская, но достаточно мягкая. Это раз. Второе, при выполнении ударов с отстока на заднем ряда достаточно существенно прикрывает ракетку. Удар получается надежным, но ему не хватает остроты и длины. В то время для белорусской спортсменки, наоборот, имеет более плосковатую технику, характерную для белорусских спортсменов в целом. И подача у него более плосковатая, более острая, а главное удары с отскоком более плоские. И они набирают большую длину и скорость при полете. Поэтому, для того, чтобы достигать успеха, для них необходимо прекращать очень много усилий. Такое ощущение, что это не всегда ей удается. И, по-моему, не менее, белорусская спортсменка пропускает очередной ошибкой. И со счетом 2-1 Диана идет во втором сете. И, по-моему, не менее, белорусская спортсменка пропускает очередной ошибкой. Завершился первый сет. Завершился первый сет. И Александра Добромус одержала побилу в первом сете со счетом 6-3. Алина Фалин в это время пошла на перерыв туалетной перерывы. На табло горит счет 1-0. И, по-моему, в пользу Елены Малой. Но, если бы Данова не согласна с этим счетом, будет борьба на подачу Елены. Видимо, все-таки девушки сыграли уже два гейма. Не могу сказать, чью пользу завершить предыдущий. Понятно одно, что Елена взяла первый гейм. А вот что со второй на подачу Алисы непонятно. Четкая подача Елены Малых срывает удар Алисы. И такое ощущение, что счет у девушек больше на подачу Елены на корте номер 4. Не проходит у Елены первый мяч. В это время подает Диана Лукунова к ней со второй мяча ошибается. Грубая ошибка. Жестко атакует ее на Алисе Малых срывает удар Алису. Ровно бросает в горку Диана. Девушка срывает удар Алиса. Верно пробивала, но потом с косого перевожила еще косее. И ошиблась буквально по 15 на подачу Дианы. Проходит первая подача. И дальше начинается затяжной ровно. Белорусская спортсменка, как на мой взгляд, демонстрирует более плосковатую игру. И эти удары по прямой проходят на нее. Елена Малых демонстрирует интересный комбинационный теннис. Ей не уступает Алиса Буданова. Девушка мощная игра демонстрирует на подкрытие 4. И Алиса забивает обратным кроссом с двух рук по прямой. Проходящий мяч Елена не справляется. Минейшая на подачу Ирина Малых. Очередная ошибка Дианы. Очередная ошибка Дианы. Очередная ошибка Дианы. Срывается прием Ровно на подачу веномау Свалился мяч с кросса и Гейн берет Яну Луком Субтитры создавал DimaTorzok Меньше на подачу Елены Малых Сразу принес исполнение девушек Немножко ошибается по длине Ангелина, спортсменка из Беларуси Немножко ошибается по ширине На четвертом порте вновь ровно Постойте! Этот отрезок, дорогие друзья, мы сейчас Прекращаем ваше внимание, что все права на комментарии к данному матчу Данной матчей принадлежат Старику Борисову и запрещены копирование и распространение без письменного на то согласия Субтитры создавал DimaTorzok